Дисней переживает не лучшие времена. Боб Айгер уже открыто намекает на продажу части актива в компании. Квантомания, Индиана Джонс, Элементарна – это только часть провалов, в которых тонет мышиный дом. Особой уверенности в будущих проектах по Звездным войнам и киновселенной Марвел также не наблюдается. Спасательным кругом для Микки Мауса может стать шестая часть «Пиратов Карибского моря». В интернете уже давно гуляет множество слухов о фильме. Некоторые называют картину полным перезапуском франшизы с Марго Робби в главной роли. Другие же говорят о прямом продолжении и возвращении Джонни Депа к роли Джека Воробья. Точнее, капитана Джека Воробья. Недавно в сети появилась новая информация на этот счет. Давайте разберемся, что же все-таки происходит с новыми «Пиратами». Кстати, как вы думаете, сможет ли Марго Робби заменить Джона Деппа в «Пиратской саге»? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ну а мы начнем, пожалуй, с самых вкусных новостей. После того, как Джонни Депп потерял роль в шестой части «Пиратов», он почувствовал, что Дисней предали его. Актер заявлял, что не вернется во франшизу даже за 300 миллионов долларов и миллион альпак. Позже Джонни немного смягчился и сказал, что хотел бы должным образом попрощаться с персонажами и закончить франшизу. И, судя по новой информации, появление Джека Воробья в следующей части «Пиратов» становится все более вероятным. И источник, близкий к Джонни Деппу, прокомментировал возвращение актера к роли беспечного пирата. И, по его словам, все возможно. И если это будет правильный проект, то Джонни вернется. Интервью со звездами киноиндустрии позволяют нам узнать множество интересных фактов о происходящем на съемках. К сожалению, без знания иностранных языков понять, о чем говорят актеры, невозможно. Справиться с непростой задачей помогает Яндекс Браузер. Он использует нейросити для перевода и озвучки зарубежных видео на русский язык. Теперь не обязательно быть полиглотом, чтобы наслаждаться иностранным контентом. Яндекс Браузер позволяет смотреть ролики в переводе с английского, итальянского, французского, немецкого, китайского и испанского. Для перевода видео достаточно просто установить Яндекс Браузер, открыть интересующее вас видео и нажать на плашку «Перевести видео». Пилотник на место после потери сигнала и подтверждения того, что это место кишит тем, что мы считаем вооруженной охраной. Пришло время штурмовать пляж. Находите самые познавательные, забавные и полезные ролики с Яндекс Браузером. Ссылка на скачивание находится в описании видео. О появлении депо в фильме часто упоминают и люди, причастные к созданию ленты. Джерри Брукхаймер, продюсер франшизы, заявил, что хотел бы вернуть Джонни в следующем фильме. При этом он отметил, что окончательное решение остается за Дисней. Тем временем в «Мышином доме» царят схожие настроения. Шон Бейли, ответственный за киноадаптации мультфильмов компании, не стал отрицать возможное возвращение депо. А бывший руководитель студии Уолта Дисней еще до окончания судебного процесса утверждал, что компания примет депо обратно на борт. По его словам, капитан Джек Воробей слишком сильно укрепился в культуре Дисней, а кассовые сборы будущего фильма могут оказаться настоящим сокровищем. Будем честны, возвращение Джонни Деппа к роли капитана Джека Воробья является основой для успеха картины в прокате. После победы Джонни в суде многие фанаты наверняка захотят поддержать любимого актера. Депп уже совершил камбэк в фильме «Жанна Дюбари». Критики и зрители очень тепло восприняли фильм, особенно отметив игру Джонни. Хотя суд Сэмбер Хёрд и стал для него большим испытанием, актер смог восстановить свое доброе имя. Жизнь Джонни постепенно налаживается. А как там идут дела у новой части «Пиратов Карибского моря»? После начала долгого и мучительного разбирательства Деппа Сэмбер Хёрд, в Дисней поспешили объявить о перезапуске франшизы. По слухам, на главную роль компания рассматривала Карен Гиллан, известную по «Доктору Кто», «Стражам Галактики» и ремейку «Джуманчи». Касательно главного персонажа фильма тоже имелись предположения. Многим известно, что фильмы о «Пиратах Карибского моря» основаны на аттракционе из Диснейленда. В 2018-м этот самый аттракцион был закрыт на некоторое время для внесения изменений. Одним из них стала замена рыжеволосой пленницы на женщину-пирата по имени Редда. Многие полагали, что именно ее образ на экране и воплотит Карен. Также ходили слухи, что на главную роль Дисней рассматривает цветную актрису. Но что-то не срослось. Позже компания начала вести переговоры с Марго Робби, предлагая ей главную роль. Для новых «Пиратов Карибского моря» даже был написан сценарий. Однако дальше дело не продвинулось. Еще в конце прошлого года актриса заявила, что фильм был отменен. Джерри Брукхаймер поспешил опровергнуть ее слова. Он рассказал, что помимо фильма с Марго в главной роли, в разработке находится второй фильм с более молодым актерским составом. И работа над ним продвигается гораздо лучше. Первый же фильм еще жив, но нуждается в доработках. И это неудивительно, если вспомнить, что сценаристом была назначена Кристина Ходсон. Ранее она работала над хищными птицами. Даже если с перезапуском ничего не выйдет, у Марго Робби есть прекрасная возможность появиться в продолжении пиратской саги. Дисней может обеспечить фильму большие кассовые сборы, включив в него как главную звезду Барби, так и Джонни Деппа. Что касается второго фильма с молодым кастом, то об этой ленте информации крайне мало. Мы можем лишь предположить, что Дисней не станет перезапускать франшизу полностью. Об этом еще в 2020 году заявлял главный редактор журнала «Дизенсайдер» Скарлетт Шуллер. Он сообщил, что лента станет мягким перезапуском, наподобие Бамблби. Скайлер отметил, что действия фильма, скорее всего, будут разворачиваться во вселенной предыдущих картин. Главными героями вполне могли бы стать Карина и Генри, появившиеся в пятом фильме о пиратах. Таким образом, «Мышиный дом» смог бы освежить франшизу, при этом сохранив ее неповторимую атмосферу. Этот вариант подходит и для появления в картине Джонни Деппа, пусть и в небольшой роли. Однако лучшим вариантом является полноценное продолжение саги с любимыми персонажами. Давайте посмотрим, каким может быть актерский состав будущего фильма. Кира Найтли заявляла, что не хочет вновь воплощать образ Элизабет Суон. Актрисе было всего 17 лет, когда она была утверждена на роль в первой картине. Огромная слава, свалившаяся на плечи юной Киры, стала для нее тяжелой ношей. Найтли чувствовала себя скованной и постоянно думала, что она недостаточно хороша. После съемок актрисе какое-то время пришлось посещать психолога. Кира осталась довольна завершением истории Элизабет и возвращаться к роли не планирует. В отличие от нее, Орландо Блум заявил, что с радостью воплотил бы образ Уилла Тернера снова. То, что с момента последнего появления Уилла на экранах прошло 6 лет, актера ничуть не волнует. Орландо отметил, что к роли Леголаса в фильме «Хоббит» он вернулся спустя 10 лет. И посмотреть, как изменился за прошедшее время капитан летучего голландца, было бы не менее интересно. Билл Найи, исполнитель роли Дэвид Джонса, также готов вернуться во франшизу. Персонаж Билла уже появился в конце пятой части, однако то была лишь компьютерная графика. О возвращении злодея актер узнал только от личного водителя. Если Дисней сделает Джонса главным антагонистом следующего фильма, то обойтись одними лишь спецэффектами у компании не выйдет. А значит, актера придется вернуть. Джеффри Раш повторять роль Барбоссы не собирается. Актер заявил, что не сделает этого, даже если сценаристы найдут способ вернуть его персонажа к жизни. По мнению Джеффри, очередное появление Барбоссы на экране обесценит его самопожертвование в предыдущем фильме. А вот дочь Барбоссы, Карина, обязательно появится в следующей картине. Кая Скаделарио рассказала, что подписала контракт на два фильма. Актриса заявила, что с удовольствием вернется во франшизу. Также она поделилась идеей для будущего фильма. Она поведала, что была бы рада увидеть, как Карина продолжает дело отца и бороздит моря вместе со своей пиратской командой, состоящей сплошь из женщин. В возвращении к роли заинтересованы Брэнтон Туэйтс, сыгравший в пятой части Генри Тернера. Брэнтон сказал, что если для сына Уилла и Элизабет найдется подходящее место в новых пиратах, то он вернется к образу Генри. Учитывая все вышеупомянутое, можно примерно представить себе сюжет ленты. Пятая часть уже тизрила возвращения Дэвид Джонса. Вероятно, после своего поражения в третьем фильме музыкант с щупальцами захочет отомстить главным героям. Если Дисней не сможет уговорить Киру Найтли вновь сыграть Элизабет Суон, то авторам картины придется придумать причину ее отсутствия. Возможно, что героиня станет жертвой Дэвид Джонса. Это даст Джеку, Уиллу, Генри и Карине повод собраться вместе для победы над злодеем. Вероятен и менее мрачный вариант, в котором Элизабет просто останется вдали от основных действий. Примерно как Брэн из фильма в серии «Форсаж». Оставшиеся герои наверняка встретят на своем пути новых союзников. Одной из них как раз и может стать Рэд в исполнении Марго Робби. В серии фильмов о пиратах то и дело появляются старинные могущественные артефакты. Скорее всего, и в следующей части герои найдут предмет, который поможет им победить Человека-осминога. Если Дисней все же не решится возвращать Дэвид Джонса к жизни, для новых пиратов Карибского моря есть и другие злодеи. Еще в первом фильме было упомянуто, что украденное Барбусой золото, как и медальон Элизабет, было проклято ацтекскими богами. Божества во франшизе уже появлялись, освобождение Калипса в третьем фильме выглядело эпично. И столкновение пиратов с ацтекскими богами наверняка стало бы не менее захватывающим зрелищем. Для полного успеха фильму не помешает возвращение Гора Вербински на пост режиссера. Он покинул франшизу после третьей части. С уходом Гора качество фильмов заметно просело. Особенно это ощущается по батальным сценам. Им Вербински уделял пристальное внимание. Чего стоит только одна битва Джека с Дэвид Джонсом в финале третьей части. К сожалению, возвращение Гора на режиссерское кресло маловероятно. Вербински заявил, что единственной причиной для появления на свет четвертой и пятой частей была финансовая выгода. Учитывая это заявление, снимать шестую часть режиссер явно не захочет. Да и Дисней не будет звать его обратно. На данный момент режиссером шестых пиратов Карибского моря назначен Хоаким Рёнинг. Ранее он совместно с Эспеном Сандбергом снял пятую часть. Многие называют её худшей картиной саги. Каким получится следующий фильм, остаётся лишь гадать. В любом случае, фильм о пиратах мы увидим не скоро. Оба заявленных проекта всё ещё находятся на стадии предпродакшена. Если вам не терпится увидеть возвращение Джонни Деппа к роли безрассудного пирата, не стесняйтесь ставить лайк под этим видео. А мы будем продолжать рассказывать вам интересные новости о производстве фильма. На сегодня у нас всё. До новых встреч, друзья!